здравствуйте дорогие друзья уважаемые коллеги я рада принять участие в двенадцатой всероссийской конференции с международным участием противоречия современной кардиологии спорные и нерешенные вопросы вообще само название сразу же привлекает внимание потому что всегда интересно обсудить противоречивые вопросы спорные вопросы и вопросы которые нам еще предстоит решить и конечно современная кардиогериатрия это как раз тот самый вопрос и сегодня бы мне хотелось поговорить о кардиогериатрии о том что это такое какие принципы у кардиогериатрии и как выявить пациентов с синдромом старческой астении которые являются собственно пациентами кардиогериатрии и так что такое кардиогериатрия или по-другому гериатрическая кардиология это отрасль междисциплинарная отрасль кардиологии и гериатрии занимающиеся лечением пациентов пожилого и старческого возраста сердечно-сосудистыми заболеваниями очень простое и понятное определение но несмотря на то что развитие кардиологической гериатрии или гериатрической кардиологии или кардиогериатрии началось достаточно давно и вот вы видите в правой части слайда что еще середины прошлого века появились первые исследования первые документы какие-то согласительные первые публикации которые касались именно кардиогериатрии за это время кардиогериатрии прошла большой путь и теперь она признана как отдельная область знаний она признана ведущими сообществами кардиологов мира европейским обществом кардиологов и американским колледжем кардиологов и американской ассоциации сердца и конечно а мы понимаем что есть целый ряд особенностей приведения сердечно-сосудистых пациентов у сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов пожилого возраста конечно на что мы должны обратить внимание где мы должны поставить акценты во-первых мы должны понимать что все эти пациенты коморбидны у них множество заболеваний и мы не можем это не учитывать но мы помним что наши клинические рекомендации они созданы в кардиологии именно для пациентов с чисто кардиологической патологии и очень сложно иногда экстраполировать эти клинические рекомендации на пожилого человека у которого не одно сопутствующее заболевание а много сопутствующих заболеваний тем более когда мы принимаем решения которые связаны со стратегией ведения пациента мы должны учитывать не только болезни но мы должны учитывать и синдромы и в частности синдром когнитивного дефицита деменция болезни альцгеймера это то что сопровождает старость и то что влияет и на приверженность к лечению и на эффективность лечения конечно же третий момент мы обязательно должны учитывать функциональный статус и обязательно интегрировать результаты нашего обследования и разработанный нами стратегический план процесс принятия решений с учетом функционального класса с учетом того насколько человек быстро ходит может себя обслуживать и так далее обязательно мы должны учитывать социальную среду и конечно мы должны выявлять приоритеты пациентов и с учетом приоритета пациентов работать вот недавно в нашем центре внедрен новый подход который называется sharing decision то есть когда мы разделяем с пациентом решение о его стратегии лечения когда у пациента много болезней мы с ним обсуждаем что для него важно что является приоритетным потому что все болезни сразу мы лечить не можем но мы должны улучшить качество жизни пожилого человека и учесть его мнения то есть пациент стоит в центре вот это основные принципы гериатрии еще один принцип кардиогериатрии это доменный так называемый подход вообще еще в 1977 году джордж энгель предложил рассматривать болезнь как совокупность доменов биологического медицинского психологического социального вот как-то так и должны рассматривать нашего пожилого пациента сердечно-сосудистым заболеванием мы должны учитывать все и поэтому мы рекламируем отстаиваем доменный так называемый доменный подход и умение расставлять приоритеты то есть есть болезнь но и и есть медицинский домен соответствующим диагностическим процессом лечебным процессом с лекарствами но есть когнитивно-эмоциональное здоровье есть физическое функционирование есть социальный домен и вот только так в комплексе мы можем смотреть на больного мы не можем просто следовать клиническим рекомендациям не обращая внимание на все остальное иначе просто эффективности от наших вмешательств не будет никакой поэтому в 2023 году уже американская ассоциация сердца рекомендует нам гериатрическую оценку как стандарт ведения пожилого пациента и это конечно огромная победа гериатров но не гериатров над кардиологами это огромная победа гериатров вместе с кардиологами потому что сегодня мы говорим что наравне кардиологической оценкой когда мы оцениваем кардиоваскулярные факторы кардиоваскулярного риска наличие сердечно-сосудистого заболевания его осложнения и так далее мы должны обязательно делать и гериатрическую оценку которая включает и коморбидности полипрагмазии гериатрические синдромы синдром старческой астении и вот эта оценка вместе кардиологическая и гериатрическая она и определяет комплексный подход который является сегодня стандартам для ведения пожилого пациента поэтому мы понимаем что мы наблюдаем некий возрастной континуум на фоне сердечно-сосудистого континуума и в зависимости от сценария старения мы меняем риски ну например если пациент у нас крепкий он находится в зоне здорового старения мы в большей степени обращаем внимание на сердечно-сосудистые риски но если наш пациент переходит в зону патологического старения у него начинают развиваться гериатрические синдромы синдром старческой астении и другие синдромы то здесь риски не сердечно-сосудистой смерти тоже очень высокие и здесь наши приоритеты сдвигаются не в сторону увеличения продолжительности жизни а прежде всего в сторону улучшения качества жизни вот это важно понимать и соответственно мы российской ассоциации геронтологов и гериатров опубликовали в 2021 году экспертное мнение о целесообразности проведения комплексной гериатрической оценки для пациентов пожилого и старческого возраста где мы написали что старческая астения является независимым негативным прогностическим фактором у пациентов сердечно-сосудистыми заболеваниями что своевременная диагностика старческой астении других гериатрических синдромов значительно влияет на прогноз и определяет тактику ведения пациента и что современные рекомендации содержит специальный раздел посвященный ведению пациентов с синдромом старческой астении что чрезвычайно важно важно что знание принципов диагностики старческой астении необходимо для ведения пациентов пожилого возраста сердечно-сосудистыми заболеваниями и здесь мне хотелось бы адресовать вас к нашим клиническим рекомендациям минздрава россии по старческой астении это клинические рекомендации которые есть и на рубрикаторе минздрава и на сайте медпоинт пожалуйста и на сайте нашего российского геронтологического научно-клинического центра и сегодня конечно в своем коротком докладе я этот алгоритм полностью осветить не смогу но тем не менее вы знаете что есть вот такие семь вопросов и если человек ответил на пять вопросов положительных из тех что вы видите на слайде они очень простые до недержание мочи и падения трудности при ходьбе снижение зрения слуха нарушение памяти очень простые вопросы да нет тихотомные ответы если 5 положительных ответов это точно синдром старческой астении если от 3 до 5 балл получил наш пациент то тогда мы дополнительно еще ему определяем там скорость ходьбы например делаем тест в стане идеи так далее то есть это такие уже тесты с физической активности они тоже очень короткие они изложены на наши клинические рекомендации и если мы видим что наш пациент имеет много вот этих проблем которые вы видите отражены в этих вопросах у него нарушено физическое функционирование это пациент синдромом старческой астении вот мы делаем его вот эти функциональные тесты и если в соответствии это так называемая краткая батарея тестов физического функционирования да это тест подъема со стула это определение скорости ходьбы это определение равновесия довольно простые пробы которые не требуют какого-то специального оборудования и если наш пациент по результату вот это вот этой краткой батареи тестов физического функционирования имеет 7 и менее баллов то это синдром старческой астении значит что перед нами пожилой ослабленный пациент хрупкий пациент это не что иное как синдром фрелси это значит что мы должны учесть все домена вот о которых я сказала и мы должны обязательно принять решение что является самым важным актуальным для этого пациента для того чтобы прежде всего прежде всего улучшить качество его жизни то есть это не безумное достижение бездумное достижение целевых уровней артериального давления или целевых уровней холестерина а это баланс между снижением кардиоваскулярного риска и улучшением качества жизни если мы видим что снижение артериального давления ведет к замедлению ходьбы нарушению равновесия к снижению функциональности усугублению синдрома хрупкости то вероятно для данного пациента будут индивидуальные уровни целевые уровни артериального давления мы обязательно с вами будем использовать простые тесты для того чтобы определить когнитивную функцию наших пациентов вот вы видите это результаты когнитивного тестирования да это тест мини кок где пациент требует сначала мы ему даем три слова по это потом он рисует часы потом просим с указанием определенного времени потом просим повторить эти три слова и на основании этого очень короткого теста даже не мини кок а просто тест рисования часов буквально тест рисование что посмотрите если человек вот так рисует часы то очевидно что у этого пациента есть тяжелый когнитивный дефицит и это мы тоже должны учитывать и обращать на это особенное внимание и так мы должны учитывать функциональность нашего пациента я уже привела пример например при лечении артериальной гипертонии при решении вопроса о том назначить или назначить статьи и мы например можем принимать такие это это помогать нам принимать решение например у больных с тяжелым артальным стенозом потому что при тяжелом артальном стенозе наличие синдрома хрупкости будет определять стратегию лечения с выбором в пользу тави в сравнении с открытой операцией на сердце то есть это мало инвазивные все-таки будут вмешательства более такие щадящие да с учетом того что наш пациент с вами функционально не сохранен и поэтому конечно вот в гириатрии кардио гириатрии очень важен баланс между риском и пользой между понимание приоритетов потому что старческая цене она сдвигает нас в сторону улучшения качества жизни а здоровое старение оно позволяет нам использовать все высокие технологии на полную что называется катушку и ставить задачу увеличения продолжительности жизни у данного пожилого человека поскольку он в общем-то пациент крепкий и польза от вмешательства у него будет много выше чем риск от вмешательства поэтому дорогие друзья я очень во первых благодарна что мне дали возможность выступить с этим докладом я очень благодарна организатором этой конференции что каждый год вы уделяете большое внимание гириатрии и конечно я хочу призвать вас к созданию мульти дисциплинарных команд которые состоят из гириатра кардиолога при необходимости врачей других специальностей но в данном случае вероятно это будет самый правильный пациент ориентированный междисциплинарный подход и я буду очень рада если как можно больше кардиологов станут гириатрами в какой-то степени и освоит эту новую науку которая называется кардиогириатрия спасибо вам за внимание большое спасибо ольга николаевна мы прослушали с вами интересный доклад главным нештатного специалиста по гириатрии доктора медицинских наук профессора ткачула ольги николаевны вопросов у нас в чат и в зале докладчику не поступило если они будут мы их тогда адресуем нашим докладчику следующий доклад светлана викторовна булгакова доктор медицинских наук заведующий кафедрой эндокринологии гириатрии самарского государственного медицинского университета доклад на тему управления сердечно-сосудистыми рисками у пожилых больных с сахарным диабетом 2 типа здравствуйте глубоко уважаемые коллеги мой доклад посвящен теме управления сердечно-сосудистыми рисками у пожилых пациентов с сахарным диабетом 2 типа надо отметить что происходит рост числа пациентов с сахарным диабетом во всем мире так 2019 году это 463 миллиона больных с сахарным диабетом а в 2045 произойдет увеличение до 700 миллионов больных с сахарным диабетом в российской федерации более чем 4 миллиона 700 пациентов с сахарным диабетом но реальная даже расчетная численность больных с сахарным диабетом в россии гораздо выше потому что к сожалению начало диабета 2 типа происходит бессимптомная и многие пациенты вот как верхушка айсберга до верхушку мы видим а остальную часть айсберга к сожалению нет какие же основные патогенетические дефектами к механизма при сахарном диабете 2 типа во первых это инсулинорезистентность это наибольшее значение имеет инсулинорезистентность мышц печени и жировой конечно ткани избыточный вес или дислепидемия ведущая к липотоксичности нарушение секреции инсулина за счет нарушения функции и даже структуры бета-клеток снижены инкритиновый ответ и в том числе низкий уровень глюкогоноподобного пептида первого типа или гпп-1 как мы его сокращенно называем а также нарушен глюкозозависимый инсулинотропный полипептид кроме того нарушена секреция глюкогона тоже одного из мощных контр инсулярных гормонов кроме того повышенная реабсорбция глюкозы в почках следствие повышенной активности натрий глюкозных контор транспортеров второго типа локализованных преимущественно в проксимальных отделов почечных канальцев это основные главные патогенетические механизмы и учитывая что сахарный диабет второго типа это же конечно многофакторные заболевания с таким интересным патогенезом много компонентным мы что должны делать мы должны для эффективного лечения сахарного диабета второго типа использовать комбинации различных препаратов для коррекции именно многочисленных патофизиологических дефектов но при этом четко необходимо понимать есть препараты которые можно друг с дружкой комбинировать есть нецелесообразные для комбинации препараты терапия кроме того должна быть основана на лечении из вас известных патогенетических нарушений а не просто на снижение уровня гликированного гемоглобина и по сути терапия должна быть рано начата и в том числе для предотвращения прогрессирования повреждения бета клеток факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний которые есть у пациентов с сахарным диабетом второго типа конечно они общие для всех это гипергликемии это артериальная гипертензия это дислепидемия и это ожирение и причем каждый компонент компонент метаболического синдрома пациентов с диабетом второго типа увеличивает сердечно-сосудистые риски микро и макрососудистые осложнения конечно у пациентов с диабетом второго типа обусловлено гипергликемия это казалось бы прописная истина да об этом говорят различные исследования в том числе огромное исследование юки педи с тоже собственно говоря подвело такой итог микрососудистые осложнения какие мы знаем это ретинопатия нейронефропатия сексуальная дисфункция и макрососудистые осложнения это инсульты транзиторные ишемические атаки ишемическая болезнь сердца станокардии инфаркт миокарда сердечные недостаточности конечно заболевания периферических сосудов и что же происходит при снижении уровня гликированного гемоглобина вот например на один процент извините это исследование юки педи с более чем на трех тысячах 600 пациентов и что мы видим смерть от диабета снижается на 21 процент от любых причин на 14 инфаркт миокарда на 14 инсульт на 12 микрососудистые заболевания на 37 катаракта на 19 а всего лишь до всего лишь снижение на один процент гликированного гемоглобина в связи с этим гликемический контроль конечно это главный приоритет в лечении диабета второго типа и вот опять же данные юки педи средний период наблюдения почти девять лет у пациентов да и видим насколько происходит риск снижения инфаркта миокарда на 18 процентов мужчин и у женщин но нужно четко понимать что пожилые люди они же совершенно разные дома слева видео фактически шпагать стоит в продольном то есть ей не нужно поставил посторонняя помощь она активна она может за собой ухаживать а вот дома справа она на ходунка сопровождение доктора скорее всего да и понятно что ей нужен уход ей нужна забота и она не справляется даже со своими всеми повседневными нужными и появился такой термин гериатрии как хрупкость или синдром старческой астении и мы видим насколько часто встречается эта хрупкость до фрэлте синдром фрэлте синдром старческой астении это синонимы до 27 процентов населения старше 65 лет но цифры собственно говоря не стоят на месте они увеличиваются с возрастом с каждым года плюс еще три процента и старше 85 лет мы уже получаем 45 процентов и выше но есть такой термин как при хрупкость или при фрэлте и видим российской федерации это 63 процента среди популяции 65 плюс второй термин характерный для гериатрии это полиморбидность и леонид борисович лазебник это крупные гериаторы проживает в городе москва он считает что полиморбидность начинает формироваться возраста тридцати сорока пяти лет а вовсе не с 60 лет как мы того может быть и хотели может быть ожидали до возраста возраст полиморбидность полипрагмазия это вот такие часто встречающиеся рядом понятия мы видим что чем больше возраст тем больше полиморбидность и тем самым больше прагмазии потому что каждый каждый доктор каждый узкий специалист и лечащий терапевт стараются назначить как можно больше препаратов и собственно говоря на выходе поле прагмазии и замыкается порочный круг мы делаем не лучше мы делаем ухудшение жизни в итоге но обратите внимание количество заболеваний количество препаратов соответственно увеличивается где-то до возраста 81 года а вот у долгожителей как мы видим да это 90 плюс там уже меньше препаратов что хочу отметить современных рекомендациях современных алгоритмах поведения сахарного диабета появилась вот такая вот схема целевые уровни гликированного гемоглобина в зависимости от возраста от функциональной зависимости или независимости от эросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний и риска тяжелой гипогликемии и здесь все четко прописаны и это очень отрадно потому что одно дело функционально независимые пожилые люди как вы видели на слайде да понятно что там одни требования и лица с когнитивными наружи нарушениями со старческой астении там конечно значение гликированного гемоглобина должно быть явно выше но как а какой же мы видим схему терапию сахарного диабета но так в идеале снижение сердечно-сосудистых рисков до высокая эффективность в отношении снижения гликемии низкий риск гипогликемии нейтральные действия в отношении массы тела высокий профиль безопасности в идеале пароральный прием отсутствие необходимости коррекции дозы и нейтральность на функцию почек печени предотвращение преждевременного истощения функции бета-клеток преимущество раннего интенсивного старт терапии диабета второго типа это исследование стена 2 и она показала что чем раньше стартовал интенсивные терапия по контролю гликемии тем ниже частота сердечно-сосудистых событий кроме того появляется такое понятие как метаболическая память это опять же любимое исследование юкипидиес так как его пролонгировали еще на 10 лет наблюдений так вот было показано что если интенсивный старт там был в нужное время то есть в самом начале сахарного диабета как можно раньше то снижаем микрососудистые и макрососудистые осложнения а вот отсрочка интенсификации терапии на года увеличивает риск сердечно-сосудистых осложнений на 60 процентов хочу еще раз подчеркнуть что необходимо контролировать не только гликемии но и показатели артериального давления жировой обмен и вес тела пациента и число сердечно-сосудистых событий зависимости от количества контролируемых факторов риска чем больше контролируем тем ниже сердечно-сосудистые риски в связи с этим необходим многофакторный подход то о чем я говорю но нужно понимать что препараты у нас совершенно разные и должны быть назначены в зависимости от доминирующей клинической проблемы пациента если избыток веса или ожирение то это метформин агонисты рецепторов гпп-1 ингибиторы с желти 2 если гипогликемии то препараты с вне панкреатическим действием и мы видим как у нас увеличилось количество препаратов если в 90-х годах это всего три было препарата то сегодня в разы больше и появились крине клинические рекомендации которые четко говорят что до начинаем мы с метформина с физических нагрузок умеренных но если есть атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания или хбп то у нас агонисты рецепторов гпп-1 или ингибиторы с желти 2 если есть хсн ингибиторы желти 2 если повышенные риски гипогликемии то преимущество конечно вне панкреатического действия ранее интенсификация безусловно важна и нужно если она метформини неудачи присоединяются другие препараты хочу показать один из своих любимых слайдов это плеотропный эффект ингибиторы с желти 2 которые влияют не только на глюкозурию да мы еще и получаем такие бонусы как урикозурия снижение артериального давления снижение жесткости сосудистые стенки нефропротекция и так далее препараты снижающие инсулинорезистентность их 2 хочу напомнить это метформин и тиазолидиндионы обязательно с весом надо бороться это питание физической активности при необходимости медикаментозная терапия бороться за инкритиновый ответ это в том числе и норма гликемии у наших пациентов борьба с возможными дефицитами при сахарном диабете 2 типа чаще дефицит витамина д у пожилых в 12 омега-3 железо и дефицит магния здесь выдержка из рекомендации по коррекции дефицита витамина д и благодарю за внимание активного долголетия будьте здоровы и всех благ дефицит Продолжение следует... 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 Какие методы диагностики первичные должны применяться у пациентов с подозрением на эндокринную гипертензию надпочечникового генеза? В своей практике часто мы наблюдаем массу назначений другими специалистами в качестве диагностических для того, чтобы исключить данные формы гипертензии. Нужно сказать, что часто именно топическая диагностика почему-то предшествует в некоторых назначениях лабораторным методам диагностики. Именно лабораторная диагностика должна стоять на первом месте. В отношении первичного гиперальдостеронизма мы исследуем показатели ренина и уровня альдостерона в плазме у пациента. При этом перед проведением первичного теста необходимо оценить уровень калия у пациентов. Неплохо, конечно, посмотреть историю болезни карту нашего больного, потому что зарегистрированные ранее уже низкие уровни калия тоже будут говорить о наличии гипокалиемии у пациента, то есть такого спонтанного характера. Если она есть, желательно ее провести коррекцию, то есть такой уровень калия в данном случае, который рекомендуется, до которого необходимо довести пациента, это 4 ммл. Не требует специальной низкосолевой диеты проведения этих тестов, не требует коррекции получаемой терапии на первом этапе, именно как в качестве скринингового метода. И забор, вы видите, крови осуществляется до 10 часов утра, причем пациент должен в течение 2 часов до этого быть в вертикальном положении, то есть он проснулся, пока до лаборатории у нас добрался, то есть вот эти 2 часа у него должны быть. И плюс перед сдачей анализа он минут 10-15 должен посидеть, то есть после этого сдается анализ. В случае альдостерона более 10 нанограмм в децилитре и низкой активности ренина, то есть менее 1 нанограмм в мл в час или прямого ренина ниже референсного значения, мы при наличии спонтанной гипогликемии, то есть зарегистрированной в карточке у пациента или в процессе его обследования, мы можем, в общем-то, с уверенностью сказать о наличии первичного гиперальдостеронизма. При получении сомнительных результатов первичного теста, когда альдостерон у нас менее 10 нанограмм в децилитре и низконормальный ренин, в этом только случае показано проведение повторно этих же тестов, но уже с коррекцией антигипертензивной терапии в пользу препаратов, которые минимально влияют у нас на ренина ангитензин альдостеронного системы. Это значит, что должны быть за 4 недели отменены препараты антагонистов минералокортикоидных рецепторов. Если пациент продукта из корня лакрицы получает, тоже эти препараты должны быть отменены. И за 2 недели должны быть отменены бета-блокаторы, ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов ангитензина-2, петлевые диуретики и дегидроперидиновые блокаторы кальциевых каналов. Вы видите, ниже описаны те препараты, которые желательно использовать на то время, пока пациент сможет сдать у нас этот анализ. То есть в основном это препараты такие как верпамил, дилтиазем, альфа-адреноблокаторы, доксозазин могут применяться в качестве замены у этих пациентов. И только после этого еще проводятся добавочно тесты для подтверждения наличия гиперальдостеронизма. Останавливаться на них мы не будем, потому что это уже тесты, которые проводятся как бы на втором этапе. Также первичная диагностика феохрома цитомы. Проводится определение свободных метанефринов плазмы и фракционированных метанефринов суточной мочи. И вы видите, что подготовка для исследования этих метаболитов в плазме, она имеет ряд особенностей. Поэтому в большей степени, конечно, сейчас исследуют именно метаболиты в моче. Единственное, за 48 часов до сбора мочи нужно исключить из диеты ряд продуктов. И тогда пациент, то есть в меньшей степени, можно ложноположительных результатов получить. Оценка теста проводится. Это нормальное значение исключает наличие феохрома цитомы. Превышение более чем в два раза верхнего референса показателей метанефрина и норметанефрина говорит о высокой вероятности наличия феохрома цитомы. Могут быть, конечно, пациенты, и их довольно много, вы видите, это четверть больных, которые могут попадать в серую зону показателей. В этом случае исключить феохрома цитомы мы не можем. И вынуждены тогда проводить дообследование пациента. То есть это применение подавляющих тестов, либо определение хромогранина А. Еще один момент, это первичная диагностика синдрома Кушинга или эндогенного гиперкортицизма. Всем пациентам перед началом исследования мы должны четко определиться, не принимают ли они препараты, которые могут повышать уровень кортизола в крови. Потому что иногда пациент не делает акцент на том, что он какие-то такие препараты у нас получает. Это касается любых препаратов глюкокортикоидов, и внутривенных, и внутримышечных, и даже ингаляционных, то есть транскутанных. Обязательно эти моменты определяем. Для исключения гиперпродукции кортизола опразданно проведение как минимум двух тестов. Из ниже предложенных это определение кортизола в слюне, собранной в 23.00. Это ночной подавляющий тест с 1 мг дексаметазона и определение свободного кортизола в суточной моче. При двух положительных тестах считается, что эндогенный гиперкортицизм у нас подтвержден. И дальше мы уже будем другие методы диагностики применять для уточнения локации источника кортизола. Если тесты отрицательны, диагноз может быть исключен, и пациент дальше наблюдаться в динамике может только в том случае, если мы у него подозреваем циклическое течение заболевания. Но это бывает достаточно редко. Тесты, подтверждающие дальнейшие, это исследование уровня КТГ и большая дексаметазоновая проба проводятся уже у тех больных, у которых диагноз эндогенного гиперкортицизма подтвержден. Еще один момент в плане первичной диагностики, это использование методов топической диагностики. Тоже часто встречаем, что назначается пациентам такое исследование, как МРТ. То есть для надпочечников все-таки более информативным считается метод компьютерной томографии. И он позволяет не только увидеть, выявить образование, но и оценить морфологию этого образования в надпочечниках. Ну, такие особые черты различных состояний, связанных с надпочечниковой гипертензией, мы видим с вами здесь представлены. Альдостерома часто имеет у нас размер до 3 см, они обычно небольшие в диаметре. Кортикостерома, как правило, образование которое от 1,5 см и более в диаметре. Эти образования чаще всего имеют нативную плотность невысокую, то есть являются доброкачественными. Феохромоцитома все-таки чаще имеет большие размеры. Она, кстати, может у нас регистрироваться часто и в ходе ультразвукового исследования, когда имеет большой размер. Для всех остальных случаев УЗИ у нас не подходит как метод первичной диагностики. И нативная плотность этой опухоли, как правило, выше 10 единиц Хаунсфилда, так как чаще все-таки именно феохромоцитома является злокачественной опухолью у нас. И в случае, если мы видим высокую плотность образования, необходимо проведение КТ с контрастным усилением. Обязательно учитывается скорость клубочковой фильтрации, которая у пациента есть, потому что в большинстве случаев у нас сейчас очень много КТ диагностики проводит. Не все пациенты имеют хорошие показатели, а это, к сожалению, ведет за собой усугубление течения почечной патологии. И в ходе контрастного усиления мы оцениваем и нативную плотность, и вымывание процента контрастного препарата. И вот по этим показателям судим о степени злокачественности опухоли. МРТ тоже может быть использована, но это единичные пациенты. Это в основном те, у кого есть аллергии на контрастные препараты, те, у кого есть низкая скорость клубочковой фильтрации. Дети, беременные, то есть у них для оценки надпочечников может именно применяться магнитно-резонансовая томография. Спасибо за внимание. Если вопросы есть, я отвечу. Здравствуйте. Такой вопрос. Была часть доклада посвящена феохромоцитомам. Какую возрастную группу вы там все-таки подразумеваете? В основном, насколько я знаю, это все-таки молодые пациенты? Или у вас есть опыт более старшей возрастной категории, там 40-45 плюс? Ну, спасибо за вопрос. То есть обычно, конечно, это пациенты до 40 лет. То есть это 30-40 выявления феохромоцитома. Если более ранний молодой возраст, как правило, это двустороннее поражение надпочечников, семейные формы различные. То есть это более молодые пациенты. А я опять же вот к этому вопросу. По опыту встречалась ли у вас феохромоцитома, не диагностированная, скажем, в течение нескольких лет? То есть у пациентки там 15 лет начало подниматься давление, сейчас ей там 25. Ну, такой большой промежуток, она мне, конечно, не встречался, но чаще всего несколько лет до постановки диагноза пациент может ходить и обращаться с симптомами различными, включая гипертензию. То есть диагностика не всегда происходит при первом обращении. Спасибо. Вопросов нет больше? Ну, продолжим. Следующий доклад Долгих Юлия Александровна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры гириатрии и эндокринологии Самарского госмедуниверситета. Доклад на тему кардиоваскулярной авторномной нейропатии у пациентов с сахарным диабетом, особенности клиники и диагностики. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые коллеги. Как правильно? В принципе, о том, что пациентов с сахарным диабетом у нас в России достаточно много, об этом уже сказала Светлана Викторовна. И вот по данным диарегистра более 5 миллионов человек уже с поставленным диагнозом сахарного диабета у нас в стране зарегистрировано. Это включается диабет второго типа и диабет первого типа, а также редкие какие-то формы диабета. Конечно, пациентов со вторым типом диабета у нас гораздо больше. Известно, что у нас сахарный диабет является важным фактором риска смертности и снижения продолжительности жизни. При этом в структуре смертности основная роль приходится именно на сердечно-сосудистую патологию. При сахарном диабете второго типа частота смертности от сердечно-сосудистых причин составляет 50%, то есть это половина всех смертей. При диабете первого типа это тоже очень высокий показатель. Самый высокий в структуре смертности – это 38%. Поэтому патология сердечно-сосудистой системы актуальна не только для диабетиков второго типа, но и для пациентов с первым типом сахарного диабета. Специфичными для сердечно-сосудистой системы факторами риска при сахарном диабете является отсутствие компенсации углеводного обмена, высокая вариабельность гликемии. Нам важен не только уровень гликирного гемоглобина, но и какие перепады глюкозы у пациента присутствуют в течение суток. Дислипидемия и наличие кардиофскулярной автономной нейропатии. В принципе, нейропатия – это самое частое осложнение сахарного диабета. И поражение автономной или вегетативной нейропатии тоже встречается достаточно часто. И вот кардиофскулярная форма – это одна из форм вегетативной нейропатии, при которой нарушается регуляция сердечной деятельности из-за нарушения вегетативной иннервации, нарушается тонус сосудов и, соответственно, возникает определенная симптоматика. Данная форма нейропатии, именно кардиофскулярной, является одной из самых частых причин внезапной смерти у пациентов с сахарным диабетом. При этом смертность при данной форме составляет более 50%. Даже доклиническая фаза кардиофскулярной нейропатии уже ухудшает прогноз жизни и увеличивает риск внезапной смерти. В течение первых 10 лет в этом случае смертность может составлять от 9 до 10%. Распространенность кардиофскулярной нейропатии зависит от типа сахарного диабета. В среднем это примерно 25%. При этом если смотреть на пациента со вторым типом диабета, то частота варьируется от 20 до 70% по данным различных исследований, где разные группы пациентов были обследованы. А вот среди пациентов с диабетом первого типа частота кардиофскулярной нейропатии может достигать 90%. То есть это абсолютно подавляющее большинство пациентов. Факторами риска возникновения кардиофскулярной нейропатии при первом типе сахарного диабета в первую очередь является декомпенсация углеводного обмена. Это самые важные факторы риска. Далее идут артериальная гипертензия, наличие выраженной дистальной полинеэропатии и ретинопатии. При втором типе сахарного диабета важным фактором риска является именно длительность стажа заболевания. Также факторами риска являются ожирение, курение и также наличие полинеэропатии. Клиническая картина кардиофскулярной нейропатии. Самым первым симптомом является тахикардия покоя. Она может регистрироваться пациентами. Пациенты могут не обращать на нее внимания, но она будет. Это определяется тем, что нарушается парасимпатическая нервация, поражается блуждающий нерв, соответственно преобладает тонус симпатической нервной системы. В дальнейшем, когда у нас происходит уже прогрессирование заболевания, снижается активность не только парасимпатической, но и симпатической нервной системы. Поэтому тахикардия покоя исчезает, но при этом не происходит повышения частоты сердечных сокращений в ответ на физическую нагрузку или стресс. Нарушается именно вариабельность ритма. Также возможно нарушение ритма в виде желудочковых аритмий. Это важный фактор риска внезапной смерти пациентов, потому что в том числе возможны и фибрилляции желудочков. Также мы можем наблюдать удлинение интервала КЮТН и ЭКГ. Снижается толерантность к физическим нагрузкам и даже возможен кратковременный эпизод остановки дыхания и сердечной деятельности во время операции, например, при проведении наркоза. Также описано при тяжелых пневмониях. Ортостатическая гипотензия. Еще один важный симптом кардиоваскулярной нейропатии определяется как снижение систолического давления больше, чем на 20 мм рт. ст. и диастолического больше, чем на 10 мм рт. ст. лба в положении стоя, при переходе с горизонтального положения в вертикальную. Проявления могут быть различными. Пациенты могут предъявлять разные жалобы. Это может быть и головокружение, и предобморочное состояние, ощущение пустоты в голове, могут быть обмороки, просто общая слабость, какая-то заторможенность пациента. Нарушение зрения даже могут быть и боли головные или боли в шее. Ортостатическая гипотензия больше опасна для пациентов пожилого старческого возраста, потому что, конечно, она будет повышать риск падения и переломов у таких пациентов. Какие факторы могут влиять на ортостатическую гипотензию? Если у пациента есть выраженные отеки и задержка жидкости, конечно, проявления будут уменьшаться. А вот если у пациента неадекватная терапия гипотензии артериальной с преобладанием у пациента гипотонии, конечно, это будет усугублять проявление ортостатической гипотензии. Также усугубление симптомов может быть при применении периферических вазодилетаторов, нитратов, при применении цикриллических антидепрессантов и диуретиков. На это нужно обязательно обращать внимание и у пациентов уточнять симптоматику, если она у них такая присутствует. Безболевающая миокарда тоже важный симптом, который тоже бывает при кардиоваскулярной нейропатии. И чаще всего безболевающая миокарда может наблюдаться у пациентов, во-первых, с длительным стажем сахарного диабета, у пациентов, которые имеют, опять же, дистальную полинееропатию, как правило, уже выраженную на данном этапе, и у пациентов с высокой вариабельностью гликемии. Может наблюдаться ухудшение симптоматики у пациентов после гипогликемии, например, инфаркты мы иногда видим после иноперенесенной гипогликемии у пациентов. При суточном мониторировании ЭКГ-бессимптомной ишемии может диагностироваться больше, чем у половины пациентов с диабетом. Такая высокая частота, конечно, приводит к тому, что у пациента возникают бессимптомные инфаркты или инфаркты миокарда с атипичной локализацией боли. И частота безболевых инфарктов может достигать 30-40%. Это намного выше, чем в общей пауляции пациентов. Это приводит к позднему обращению за медицинской помощью. То есть пациенты сами не понимают, что еще, что уже нужно обратиться за медицинской помощью. И, конечно, персонал тоже может медицински не сразу распознать инфаркт у таких пациентов. Конечно, это увеличивает риск летальности в этом случае. Какие симптомы должны нас насторожить в отношении именно безболевого инфаркта? Это может быть кетоацидоз, неясная теология. Когда мы видим наличие ацетона у пациента, но при этом не видим какой-то явственной причины. Как правило, кетоацидоз у таких пациентов не очень тяжелый, но тем не менее может присутствовать. Острая сердечная недостаточность. Резкое ухудшение состояния пациента и самочувствия. Когда пациент говорит, что что-то резко стало плохо. Может быть снижение артериального давления и коллапсы. Тоже немотивированные. Впервые возникшие нарушения ритма. Рвота. Может быть однократный, может быть многократный даже такой рефлекторный. И боли в животе. Чаще это боли в эпигастре. В этом случае требуется дополнительное обследование для подтверждения или исключения инфаркта миокарда. Элементарно, хотя бы ЭКГ мы такому пациенту в срочном порядке обязательно должны сделать для диагностики. И очень тщательно ЭКГ, естественно, расшифровать. Диагностика кардиоваскулярной нейропатии достаточно простая, хотя и не всегда бывает специфичной. Во-первых, это определение ЧСС в покое. Как правило, при нейропатии ЧСС составляет более 100 ударов в минуту, но, как правило, меньше 130. Удлинение интервала КЮТЭ на ЭКГ тоже является достаточно чувствительным методом диагностики кардиоваскулярной нейропатии, но малоспецифичным, потому что удлинение интервала КЮТЭ у нас может сопровождать и какие-то другие состояния, электролитные нарушения и так далее. Но это повод обратить внимание на данного пациента. Мониторинг ЧСС на вдохе и выдохе и мониторинг интервала РР при глубоком дыхании. В норме частота сердечных сокращений увеличивается на вдохе и снижается на выдохе. Когда у нас начинает нарушаться парасимпатическая иннервация, разница между максимальной и минимальной ЧСС снижается и становится менее 10. Проба вальсальвы. В норме при проведении пробы тоже у нас сначала будет тахикардия, ЧСС будет увеличиваться, потом сменяться брадикардия. Опять же, нарушение парасимпатической регуляции будет приводить к тому, что такой реакции не наблюдается у нас. Ортостатическая проба. Измерение давления в положении пациента лежа, и потом через 3 минуты после перехода в вертикальное положение. Профилактика. Профилактика кардиоваскулярной нейропатии – это самый главный момент, потому что лечение здесь будет, конечно, просто симптоматическое. И у пациентов с первым типом диабета основная профилактика – это компенсация углеводного обмена. Будет адекватная гликемия, без высокой вариабельности, соответственно, и риск кардиоваскулярной нейропатии у нас будет ниже. У пациентов с вторым типом диабета компенсация также важна. Также рекомендуется регулярные аэробные нагрузки, отказ от курения и поддержание нормальных целевых показателей давления и липидного профиля. Благодарю за внимание. Софья Андреевна Башинская, ассистент кафедры эндокринологии гириатрии Самарского государственного медицинского университета. Доклад «Влияние модифицированной схемы сахароснижающей терапии на атерогенную дислепидемию при сахарном диабете второго типа». Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Тема моего доклада «Влияние модифицированной схемы сахароснижающей терапии на атерогенную дислепидемию при сахарном диабете второго типа». Сахарный диабет второго типа по настоящее время считается одной из важнейших медицинских, социальных и экономических проблем современного человечества. Распространенность сахарного диабета второго типа увеличивается ежегодно в геометрической прогрессии, что является следствием старения населения. Данное заболевание по праву считается возрастно-ассоциированным, ведь по данным статистики половина пациентов с сахарным диабетом второго типа это как раз люди старше 65 лет. Высокая смертность среди пациентов с сахарным диабетом второго типа обусловлена хроническими осложнениями, прогрессирование которых связано с поздним выявлением диабета и его недостаточной компенсацией. К сожалению, часто наши пациенты обращаются уже на этапе явных клинических проявлений сахарного диабетом второго типа дислипидемии, а порой и с развившимися уже хроническими осложнениями диабета. Также следует отметить, что для жителей России характерны дефицит и недостаточность витамина D вне зависимости от места проживания и сезона года. Гиповитаминоз D имеет большую распространенность среди пожилых людей и является фактором риска развития и прогрессирования таких заболеваний, как ожирение, остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Гипергликемия при сахарном диабете второго типа негативно влияет на стенки сосудов и ухудшает течение и прогноз имеющихся сердечно-сосудистых заболеваний, увеличивая смертность этих пациентов. Доказано влияние повышения гликированного гемоглобина на 1% у лиц с сахарным диабетом второго типа на увеличение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и шимической болезни сердца, инсульта, атеросклеротического поражения периферических артерий. Основные характеристики дислипидемии при сахарном диабете второго типа это повышение уровня 3 глицеридов и снижение уровня липопротеидов высокой плотности. У наших пациентов, которых мы включали в исследование с сахарным диабетом второго типа, также наблюдалась атерогенная дислипидемия. Уровни общего холестерина, липопротеидов низкой плотности и 3 глицеридов были выше целевых значений, а уровни липопротеидов высокой плотности ниже. Терапия сахарного диабета второго типа в пожилом возрасте направлена только на компенсацию углеводного обмена, предупреждение и сведение к минимуму риска развития гипогликемических состояний, профилактику развития и прогрессирование сосудистых осложнений, имеющих угрозу для жизни наших пациентов, но и на коррекцию дислипидемических нарушений. В настоящий момент нет таких схем лечения пациентов с сахарным диабетом второго типа пожилого возраста, которые имели бы низкий риск гипогликемии, компенсировали дефицит витамина D и учитывали бы факт полиморбидности. В связи с вышеизложенным, разработка схем лечения больных с сахарным диабетом второго типа направлена к коррекции показателей углеводного и жирового обменов без риска развития гипогликемических состояний является актуальной. Это и явилось целью нашего исследования. Было проведено проспективное наблюдательно-рандомизированное исследование, включающее две группы женщин пожилого возраста. Первую группу составили 40 пациенток с сахарным диабетом второго типа, средний возраст составлял 68 лет. Находились они на традиционной сахароснижающей терапии, которая включала в себя стол номер 9, гликлозит МВ, метформин и физическая активность. Вторая группа, 40 пациенток с сахарным диабетом второго типа, также средний возраст 68 лет, получали разработанный нами способ лечения, который состоит из стол номер 9, гликлозит МВ, метформин, субета, холикальциферол в каплях, насыщающая доза в течение месяца, далее поддерживающая доза, ну и физическая активность. С пациентками обеих групп проводилась индивидуальная коррекция питания, дозы гликлозита, метформина, физической активности. На протяжении всего наблюдения пациентки обеих групп вели дневники питания, а также регулярно проводился их разбор с коррекцией. Разработанный нами впервые способ лечения пациентов пожилого возраста с сахарным диабетом второго типа подтвержден патентом на изобретение. Он так и называется способ лечения больных пожилого возраста с сахарным диабетом второго типа. Наша работа представляет определенный интерес в аспекте разработки нового безопасного способа лечения сахарного диабета второго типа у пациентов пожилого возраста. Нами изучали следующие клинико-лабораторные параметры пациентов исходно и через 6 месяцев. Это были жалобы, данные анамнеза, индекс коморбидности, по формуле рассчитывался индекс массы тела, определялись уровни глюкозы, гликированного гемоглобина, креатинина, аллат, общий белок, витамин D, общий холестерин, 3 глицериды, липопротеидовысокой и низкой плотности в крови. При контрольном осмотре пациенток второй группы, то есть те, которые получали схему по разработанному нами способу, согласно результатам самоконтроля по глюкометру, наблюдалась нормализация гликемии по глюкометру. Как во второй половине дня, порядка 8-8,5 ммл, так и в утренние часы, 7-7,5 ммл. Не было зарегистрировано эпизодов гипогликемии. Пациентки отмечали улучшение общего состояния, уменьшение мышечной слабости, снижение веса на 2 кг. При контрольном осмотре через 6 месяцев, с момента начала лечения по предлагаемому нами способу, у всех пациентов по дневнику самоконтроля зафиксировалось снижение стабилизации уровня глюкозы в утренние часы, порядка 6-8,7,2 ммл и в течение дня 8-8,5 ммл. Также пациентки отмечали улучшение работоспособности общего самочувствия, уменьшение мышечной слабости и снижение веса до 5 кг. На данном слайде представлена табличка, по которой можно сравнить исходные показатели и через 6 месяцев в первой и второй группе. Напоминаю, вторая группа – это те пациентки, которые получали лечение по запатентованному нами способу лечения. При сравнении лабораторных показателей через 6 месяцев у второй группы на предложенной нами схеме обнаружено достоверное снижение уровня гликемии, которое снизилось на 18,7%, а гликированный гемоглобин на 11,7% по сравнению с исходными величинами. Также статистически значимо улучшились и показатели липидного обмена у пациенток второй группы через 6 месяцев, снизились концентрации холестерина на 3,7%, липопротидов низкой плотности на 5,1% и триглицеридов на 16,1% при одновременном увеличении уровня липопридов высокой плотности на 13,8%. При этом уровень триглицеридов достиг целевых значений и составил меньше чем 1,7 ммол на литр. Таким образом, у пациентов второй группы, получающих помимо сахароснижающих препаратов холикальциферол, отмечена компенсация углеводного обмена, улучшение показателей жирового обмена, а также повышение уровня витамина D. Модификация терапии сахарного диабета второго типа с помощью добавления к лечению препаратов субета и холикальциферол привело к значимому улучшению компенсации данного заболевания при хорошей переносимости и низком риске гипогликемии. В выводах можно отметить, что впервые предложен нами способ лечения больных пожилого возраста приводит к нормализации показателей углеводного обмена, положительным изменениям жирового обмена, снижению веса тела до 5 кг при отсутствии эпизодов гипогликемии. Препарат субета и холикальциферол оказывают сочетанное влияние на улучшение показателей углеводного обмена у пациента к сахарным диабетам второго типа, при этом продемонстрирована хорошая переносимость и низкий риск гипогликемии при использовании данной схемы терапии. Спасибо за внимание. Спасибо, Софья Андреевна. Вопросы в зале. Спасибо большое за доклад. Как кардиологов все-таки интересуют два вопросика у меня. Первое, я не видел у вас назначения экстатинов, то есть это значит, что у вас были пациенты, я так понял, без ишемической болезни сердца и без сердечно-сосудистого риска. И второй такой вопросик, а на долгосрочные сердечно-сосудистые осложнения вы наблюдали, смотрели, то есть наличие инфарктов, инсультов, острых сосудистых событий на фоне лечения вашей терапии, в том числе без болевой ишемии? Ну, сначала отвечу на второй вопрос. У нас не было цели такой, задач не стояло контролировать их в дальнейшем. Хотя, безусловно, это было бы интересно проанализировать, статистику посмотреть по развитию безболевых инфарктов. Вот, что касается первого вашего вопроса, здесь, конечно, пациенткам с сахарным диабетом второго типа, у которых было повышение липродов низкой плотности и 3 глицеридов, было показано значение статинов. И, собственно, они их и получали. Только единственное, что был момент, что у них не было компенсации, да, и, ну, так как это у нас были пациентки пожилого возраста, не было приверженности к лечению. Но в течение нашего исследования мы не назначали им изначально эти статины. То есть, все они их уже принимали. Просто тогда вопрос еще, в чем организуется? То есть, может быть, просто к стандартной терапии назначать вот токоферол, витамин, группы, группы говорят, да, и вот какие у нас фруктовые результаты будут? Здесь у нас стоял вопрос, прежде всего, нормализовать углеводный обмен и улучшить показатели липидного обмена. Назначение препарата Субета, который влияет и на инсулинорезистентность, и на вес, потому что данные пациентки принимали, принимающие вот эту нашу схему, они вес снизили, безусловно. Мы работали и с дневником питания, и с физической активностью. То есть, здесь в комплексе все воздействовало. И в том числе, вот, улучшились показатели липидемии. Но это как фоново было, в общем-то, но чего мы, в общем-то, и прогнозировали. Потому что данные исследования по Субете, наши исследования доказывают, и данные других исследований, которые также проводились на этом препарате. Спасибо. 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 Если не удастся, могу рассказать так. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...